Здравствуйте, друзья! Давайте поговорим о том, как художнику выбрать свое направление в творчестве. Почему возникает этот вопрос? Мне иногда присылают свои работы начинающие художники. Когда я смотрю на портфолио, я вижу огромное количество работ, выполненных в разных техниках и содержащих в себе разные темы. Это и кошки, попугаи, цветы, которые сменяются пейзажем, потом уличным пейзажем. И некая каша возникает и у меня в голове, и, скорее всего, в конце концов, у того, кто создает большое количество таких работ, которые имеют вот такой разрозненный характер. В конце концов, когда стадия начинающей художнику у вас уже заканчивается, необходимо сделать некий выбор, чтобы дальше ваше портфолио было похоже на более слаженную конструкцию. Нужно сказать, что для начинающего художника приветствуется такое отношение к рисованию и живописи. Жадно хватаем все, делаем все, пробуем разные техники. Но вот попробовали, теперь нужно сделать выбор, потому что дальше развиваться во всех направлениях будет очень сложно. Моя рекомендация о том, как сделать такой выбор. Конечно же, здесь нужно обратиться к самому себе. Какая из работ далась вам наиболее легко? Какая работа, вам кажется, была выполнена с большей легкостью, живописностью, и теперь она радует именно вас? Здесь можно совершить ошибку. Например, принять за самую лучшую работу ту, которая получила наибольшее количество лайков и отзывов в социальных сетях. Вы выложили какой-то букет цветов или котенка, и по своему образу и милой Мордахи именно он набрал наибольший, наибольший отклик ваших зрителей. Но здесь важно понимать, действительно ли это является вашей техникой и темой, которую вы хотите развивать в своем творчестве. Выбранная вами работа может быть не самой удачной. Например, вы смотрите на картину, понимаете, что в целом она не получилась, но здесь вы работали с текстурами, и в какой-то участок очень выразительно получился, краска самопроизвольно потекла, и вот такая форма подачи изображения вам очень близка. Или в какой-то работе вы работали крупным мазком, показывали большие формы краской, и именно это решение кажется сейчас вам удачным. Хотя показано в картине, например, только дерево такими мазками, а вся остальная часть работы не получилась. Здесь нужно ориентироваться только на себя и на свое понимание того, что вам удается лучше всего, и что вы цените во всех созданных работах. Еще один вариант – это, конечно же, посмотреть вокруг. Вы и так это делаете. Просматриваете тысячи изображений различных художников в интернете. И здесь тоже можно задать вопрос, кто моя ролевая модель, на какого художника я бы хотел быть похожим. Речь идет не о внешнем сходстве, не о поведении мастера, а именно о технике исполнения работы. Здесь тоже важно обратить свое внимание на то, что любимый художник – это не то, чью технику вы обязательно должны взять на вооружение. Мой любимый художник – Клод Мане, Ренуар. Я очень люблю импрессионистов. Но в то же время сам не пишу в этой технике. Хотя был этап в моей творческой деятельности, когда я писал работы, посвященные импрессионизму. Возможно, и вернусь к этой технике еще. Но моей основной техникой, личной моей, не является техника, похожая на работы Клода Мане. Безусловно, все мы учимся на классических произведениях Шишкина, Саврасова, Ледвитана. И, возможно, понимание цвета мы можем брать у этих мастеров. Но архи сложно повторить в точности их технику. И ориентироваться на этих мастеров, наверное, на этапе выхода из стадии начинающий художник будет ошибочно. Поищите еще того мастера, который более реалистично соответствует вашему поиску живописных решений. Я бы рекомендовал начать копировать некоторые работы выбранного вами мастера. А потом наложить свою технику на технику выбранного вами героя и решить какую-то картину по своему собственному сюжету, замыслу и посмотреть, что из этого вышло. Вот такая компиляция очень здорово может закрутить и ваш личный почерк и создать вообще что-то новое. Еще одним вариантом вычленить из вашего портфолио самую удачную работу по технике исполнения, там где зарождается ваш личный почерк, это обратиться к более опытному мастеру. Причем обратившись к одному мастеру, если его ответы вам не показались достаточно глубокими, откровенными, понятными вам, то сделайте так, чтобы анализ ваших работ произвели несколько человек. Уверен, что если в этих разборах мнение нескольких мастеров совпадет, например, они покажут вам какую-то одну из работ, вы уже точно сможете сориентироваться, что именно эта техника близка вашей руки. Хотя здесь может возникнуть и внутреннее несогласие. Мне в институте говорили, что графика у меня получается гораздо лучше, чем живопись. Я действительно какое-то время работал иллюстратором, и есть изданные книги в хороших издательствах, где я выступал в качестве иллюстратора. Я волей-неволей прокачивал именно этот свой навык, но всегда меня не оставляло в покое желание продвинуться и в живописи. Здесь вы можете тоже сделать выбор или прислушиваться к тому решению, который доводит до вас более опытный мастер, или двигаться в своем направлении. Но все-таки совсем отбрасывать рекомендации более опытных специалистов не стоит. Я думаю, что в моей живописной составляющей картины, которую я сейчас пишу, есть что-то от иллюстрации. Наверное, если бы сейчас мне заказали какую-то книгу иллюстрировать, я бы делал решение, основываясь не только на своем иллюстративном опыте, но и на опыте живописца. И вот это совмещение живописи и графики, я считаю, что в моем решении дало тоже свою определенную технику. Посмотрите как-нибудь в моем портфолио городские пейзажи, это практически графические решения. Вот так, когда мне там 10 раз говорили, что у тебя графика лучше получается, а я все время это игнорировал. Теперь понимаю, что не нужно игнорировать, нужно использовать эту сильную сторону. Да, можно не в чистом виде, накладывая еще на какой-то навык, но совсем отбрасывать то, что дано тебе природой, то есть оттолкнуться от самого себя. Это очень важно. Очень неплохо свою технику рисования, живописи можно отработать в тот момент, когда вы выходите на рынок, на коммерческую деятельность. Каким образом? Казалось бы, здесь нужно рисовать то, что нужно зрителю. Не всегда так. Вот допустим, вы дали в социальных сетях объявление, что вы занимаетесь росписью стен в интерьерах. Вам поступает звонок. Пожалуйста, нам нарисуйте диснеевских героев. Я всегда отказывался от таких заказов. Мне неинтересно делать такую работу. Соответственно, уже понятно, то, что я делать точно не хочу. А что я хочу? Сразу здесь возникает резонный вопрос. И ты уже понимаешь, что вот эту работу ты можешь выполнить, а вот эту или не хочешь, или просто пока не хватает профессионализма. Плюс, например, роспись стен диктует определенные материалы. Акрил, лак, колеры. Для большого размера очень сложно выбрать для работы масляные краски. Поэтому здесь мы решаем все акриловыми материалами. Соответственно, это накладывает и определенную технику исполнения. И через 3-4 заказа она действительно уже у вас складывается. Это техника понимания того, как решается этот заказ. Еще здесь очень хорошим ограничивающим моментом является сумма заказа. К примеру, это 30 тысяч рублей. Понятно, что этот заказ нельзя выполнять месяц, если у вас есть помощники. И вы решаете задачу, ну не то чтобы скоростного выполнения заказа. Наверное, такой подход повлияет на качество. Но вы так оптимизируете свои действия, чтобы выполнить заказ максимально качественно и максимально быстро. И если вы делаете в месяц 2-3 таких заказа, то можете как-то обеспечить себя, если проживаете в регионе, а не в городах-миллионниках, и помочь своим помощникам тоже с заработком. Вообще выполнение работ на заказ, может быть это живопись на холсте или какие-то другие виды творческих работ, очень сильно продвигают в выборе своего направления. Вы напрямую чувствуете, во-первых, и спрос. И так получается, что в заказе на первый план выходит именно самый лучший ваш навык, самое лучшее умение. Вы, применяя его, как бы вычленяете из всего многообразия тех вещей, которые вы делали. Поэтому на каком-то этапе я рекомендую выполнять заказы. Хотя всегда это процесс сложный, взаимодействие с людьми, вопрос денег, удовлетворения спроса. Но школу эту надо на каком-то этапе пройти. Потом, когда художник становится большим мастером, в какой-то степени он может отходить от заказов, если его работы и так востребованы, и просто покупается большинство тех проектов, которые он делает. Еще я должен сказать то, что не относится к теме сегодняшнего урока, но очень важный момент. Позже мы разберем его более подробно. Знаете, что если вы все время берете за свой заказ маленькую сумму, вы, ваш мозг начинает таким образом оптимизировать действие, чтобы действительно выполнить работу максимально быстро, но это, как я уже сказал, может повлиять на качество. А самое главное, лишает вас развития. Потому что вы все время ищете способы, как сделать заказ проще и быстрее. Если же вы получаете нормальную оплату за свою работу, вы заняты тем, чтобы продумать, как выполнить эту работу наилучшим образом, как сделать такую картину, которая вдохновит вас, зрителей. Ну, то есть, это будет нечто, что может удивить многих людей. То есть, вы вкладываетесь в эту работу. Здесь мозг не ищет пути оптимизации. Он расправлен и готов работать долго и хорошо. А я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Позже мы в одном из видео более подробно поговорим об этом. Давайте сейчас вернемся к поиску своего направления в живописи и спросим себя, а вообще, зачем нужно искать направление в живописи. Ну, в одном из видео я уже ответил на этот вопрос. Это похоже на возвращение домой. Вы чувствуете просто себя комфорта, когда заняты своим делом и работаете в своей технике. Я думаю, здесь не нужно подробно объяснять. Но что хочу заметить, получается некая оптимизация вашего портфолио, если работы представлены в каком-то едином стиле, в единой технике, в едином материале. Конечно, в портфолио могут присутствовать работы, выполненные в других техниках и в другом материале. Но все-таки генеральной линией вашего представления в интернете должна быть какая-то одна выбранная техника. Сами представьте, как вы реагируете на портфолио художника, когда видите его в сети. Очень приятно разглядывать работы, когда из одной в другой они, как бы, мы целиком видим мастера, полностью его творчество разворачивается перед нашим взором, когда работы выполнены более-менее в одном стиле. Еще удобнее покупателю. У него есть большой выбор. Ему нравится вот эта работа, но все-таки он себя ассоциирует вот с этой работой, а может быть еще посмотреть вот на эту. И тоже у него нет растерянности в том, а кто перед ним находится, какой человек, что он из себя представляет. То есть, ваше портфолио начинает транслировать вашу личность. Я могу предвидеть такую реплику, что мне нравится работать во всех направлениях. Мне близка акварель, акрил и маслом я пробовал рисовать, и мне тоже нравится. Друзья, ну, выше мы сказали, что развивать полноценно все эти направления будет очень сложно. А если у вас возникает такой внутренний процесс, значит, вы еще пока находитесь в стадии начинающего художника, я не говорю это в уничижительном ключе, это нормально, это хорошо, пожалуйста, пока продолжайте искать свой материал. Но однажды даже усилием воли и с точным собственным решением нужно взять какой-то материал, который, как мы уже сказали, лучше всего ложится на вашу руку и начать работать им. Как вы видите, в моей профессии главную роль занял акрил, несмотря на то, что у меня на самом деле возникает иногда желание взять в руки масло, потому что и запрос большой по маслу, больше людей занимается маслом, больше покупают масло на холсте, к акрилу в России скептически относятся, но выбранная техника позволяет мне и совершенствоваться в ней, и все-таки не метаться из стороны в сторону, что тоже большой раздрайв вносит и так неспокойную творческую жизнь художника. Почему неспокойную? Потому что все время художник анализирует свою деятельность, свои работы, желает сделать их совершенней, продавать более успешно, и здесь идет некий поиск. И если еще постоянно не знаешь, в каком материале делать работу, то возникает дополнительная сложность. Друзья, я сейчас предвижу тот момент, что многие из вас решат, что именно я тот человек, который должен посмотреть ваше портфолио и дать главные рекомендации. Я, конечно, с осторожностью размещу ссылку на то, как подать заявку на разбор своих работ, но при этом сразу скажу, что в рамках того, что я ценю свое время, процесс рассмотрения ваших работ будет платным. Но я ни в коем случае не навязываюсь, потому что у вас в вашем регионе, в вашем городе обязательно есть художники, которые могут быть вашими менторами, рассмотреть ваше портфолио и дать правильные рекомендации. Может быть, вот такое не заочное, а очное общение будет даже более полезным. Вы даже по какой-то реакции глаз сможете определить, что думает человек о ваших работах. Подводя итог, давайте еще раз перечислим основные положения, которые дают нам возможность выбрать свой стиль. Конечно, это самостоятельная умственная работа, которая обязательно, даже если у вас присутствует следующий пункт, это консультация у большого мастера, все равно не отойти никак от самостоятельных решений. И никто не знает вас лучше, чем вы. И если мы пока еще где-то себя не знаем, то продолжаем этот поиск, он обязательно. Итак, второй пункт – это консультация у мастера. И желательно не у одного мастера, а два-три человека, возможно, должны оценить ваше портфолио. И очень хорошо воспитывает руку, ум – это выполнение платных заказов. Возможно, не для всех этот третий пункт приемлем, полезен и нужен, но у меня это происходило именно так. Работа с людьми, работа на заказах, все время оптимизирует мышление, дает возможность проявить себя с неожиданной стороны, потому что если оформляешь какое-то большое кафе, и выполняя одну работу очень качественно, тебе говорят, а можешь сделать вот это, а можешь сделать вот это. И, соответственно, если ты не можешь сам, ты нанимаешь работы по дереву, ты нанимаешь каких-то помощников, при этом контролируешь выполнение, чтобы это было все в художественном ключе выполнено. Поэтому для меня этот опыт незаменим. Сейчас я беру заказов меньше, но иногда, если это попадает теперь уже на мою технику, на мою руку, то не отказываюсь. Поэтому применяйте этот третий пункт тоже, если даже вам сложно выходить на открытый рынок и брать заказы. Друзья, я бы хотел пожелать вам всего самого хорошего, если пока вы не выбрали свой стиль и направление, не переживать об этом. Главное, вы получили информацию, и как будете готовы, у вас вновь в душе всплывет этот вопрос, но вы уже вспомните то, что слышали на эту тему, вернетесь, возможно, или к этому в видео, или мысленно вспомните то, о чем мы сегодня говорили, и сможете начать процесс вот этого выбора той необходимой линии, того необходимого направления, которое будет вести вас на вершины творчества. Сегодня же я с вами прощаюсь, постараюсь далеко не откладывать выпуск следующего видео, в котором мне бы хотелось поговорить с вами о творческой уверенности. Не путайте это с уверенностью вообще жизненной, а именно в своей области, в области нашего с вами творчества. Здесь, как ни странно, мы можем проявлять большую уверенность, даже чем в каких-то жизненных вопросах. И этот момент нельзя упускать. Итак, до свидания. Подпишитесь, пожалуйста, на канал, поставьте лайк, и если вам было это видео интересным, возникли какие-то собственные мысли по всему вышесказанному, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Буду рад прочесть, и как вы уже видели, практически на все комментарии я стараюсь кратко, но ответить. До свидания, друзья. До новой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok